Добрый день. Продолжаем цикл видео о металлургии стали. В прошлом видео речь шла о тех процессах, которые происходят при температурах близких к точке А1, то есть 727 градусов по Цельсию, то есть выше, ниже, и происходят при постепенном нагреве, постепенном охлаждении. Тестируемого куска стали, так скажем, образца стали. В этом видео пойдет речь о структурах, которые могут быть при комнатной температуре образованы и могут быть образованы в результате быстрого охлаждения стали, образца стали. Не постепенного, очень медленного, на воздухе просто, например, его нагрели до, скажем, 800 градусов или 850 градусов, а потом просто оставили в покое, вытащили из печи или откуда поставили. И вот он на воздухе просто охлаждается потихоньку, и вот образуются структуры, которые мы рассматривали в прошлом видео. Сейчас будут структуры, которые уже существуют при комнатной температуре и могут появиться в результате быстрого охлаждения, в результате закалки. Когда, в общем, образец рассматривают при комнатной температуре, поступают каким образом? Полируют поверхность, протравливают какой-либо кислотой, там, не тау, например, есть такая кислота, это раствор, по-моему, азотной кислоты в алкоголе, в спирту, что-то типа того. Вот. И смотрят структуры. В зависимости от того, что присутствует на этом образце, он по-разному рассеивает света и по-разному выглядит в оптическом микроскопе под увеличением. Так как после травления феррит, аустенит и цементит, после них остаётся гладкая поверхность, то, соответственно, видят, они выглядят фактически в микроскопе как белые участки. Так как вот здесь вот на рисунке видно, падающий свет непосредственно сразу же отражается обратно в микроскоп. Вот. Перлит из-за того, что есть у него включение цементита, который, то есть он состоит из феррита и цементита, феррит это вот более широкие полосочки и узенькие чёрные полосочки, это цементит. Цементит протравливается глубже, вернее феррит протравливается глубже, чем цементит. Цементит выступает и он рассеивает свет и поэтому в оптическом микроскопе он выглядит как тёмная фракция. То есть перлит выглядит такого серовато-тёмного цвета, такого серого цвета. Мартенсит свежий, тоже имеет поверхность гладкую, поэтому выглядит как белый. И байонит, и мартенсит подвергнутый отпуску, так как там есть сферические частички цементита, либо же сферические частички карбидов, то он свет рассеивает и выглядит под микроскопом тёмным. Теперь проведём следующий эксперимент. У нас есть две стали. Одна это сталь с содержанием 0,04% углерода, то есть это 10,40. И вторая сталь с содержанием 0,04, а вторая сталь это всеми любимая 10,95. То есть который имеет 0,95% углерода в своём составе. Обе стали нагреты до 850 градусов. Сначала рассмотрим 10,40. Её охлаждают вот в этом регионе полностью состоит из зёрен аустенита. Начинаем охлаждать до 760 градусов. Начинает происходить, так как вот этот, уже здесь, в этом регионе, при 760, из сталь 10,40 попадает. В общем, в ней должны присутствовать две фазы. Феррит и аустенит. Начинает образование феррита на границах прежних зёрен аустенита. Начинает образование нарастания феррита. Вот здесь вот. Вот как показано вот в этом рисунке. Здесь вот аустенит. И вот здесь вот маленькие начинают нарастать зёрна феррита. При температуре 760 градусов содержание феррита будет что-то в районе 0,02%. Содержание углерода в аустените будет в районе 0,05%. То есть 0,05% будет. Теперь, если мы с 760 охладим до 740, то же самое. 0,02% будет содержание углерода в феррите. Однако же в аустените содержание будет уже близкое к 7%. 7,10%. Произойдёт это из-за того, что вот эти вот зёрна вырастут. То есть они станут относительно более широкими. А оставшийся углерод, который был, перейдёт в аустенит. Иначе говоря, более широкий, бедный углеродом зоны расширится. Зоны зёрна аустенита сожмутся. Но концентрация углерода в них повысится. При этом. И если мы уже до точки А1 опустим температуру, охладим. То в этой точке содержание углерода в аустените будет как близко к эфтектоидной точке. То есть 0,77%. Здесь такая стальница 0,02%. Опять же, вот эти вот ещё более вырастут. Вот эти вот ещё более вырастут. Я имею ввиду феррит. Зёрна феррита вырастут. Зёрна аустенита сожмутся. Но концентрация углерода в этих зёрнах аустенита повысится до температуры... Ой, какой температуры? До концентрации близкой к эфтектоидной точке. То есть 0,77%. После этого, когда будет дальнейшее охлаждение, зёрна феррита так и останутся, как вот они были. Зёрна аустенита перейдут в перлит. То есть, как и было предсказано на диаграмме... То есть, опять же, мы говорим всё ещё о медленном, постепенном охлаждении. Как и было предсказано на этой диаграмме, вот всё, что ниже вот этого региона, ниже, чем линия А1, 727 градусов Цельсия, будет состоять из феррита и цементита. То есть, в данном случае будет чистый феррит с небольшой примесью углерода и перлит, который будет состоять из ферритовых полос, так скажем, пластин и пластин цементита. То есть, всё будет так же, как и предсказано на фазовой диаграмме основной. Теперь рассмотрим 1095. Мы её охлаждаем точно так же до 760 градусов. Она состоит из части цементита. Здесь вот нарастать начнёт цементитовые зёрна и аустенит будет. Чем ниже будет понижаться температура, зёрна цементита будут расти, зёрна аустенита сокращаться. То есть, здесь будет происходить обратный процесс по сравнению с сталью 1040. Если там увеличивался феррит и увеличилась концентрация углерода в цементите, аустените, вот в этих зёрнах, то здесь будет происходить обратный процесс. Здесь будет увеличиваться зёрна цементита, которые имеют неизменное содержание 6,7% углерода в цементите. Зёрна аустенита будут уменьшаться и концентрация в них тоже будет уменьшаться и будет за счёт того, что углерод будет захвачен, так скажем, цементитом. То есть, если мы посмотрим на эту диаграмму, опять, при температуре 760 градусов мы будем иметь цементит с неизменной концентрацией 6,7% углерода. И аустенит с концентрацией в районе 9,9%. При 740 градусов, опять же, цементит будет просто более, большее количество цементита будет в этом образце. И меньшее количество аустенита. И в аустените будет содержание углерода 0,8%. Когда мы дойдём до точки А1, то есть 727 градусов по Цельсию, будет содержание углерода в аустените, в стали 10,95, в зёрнах аустенита, будет равно содержанию в аустенитной точке, то есть 0,77% углерода. Плюс будет цементит с содержанием, всё остальное будет в составе цементита с содержанием 6,7% углерода. И точно так же, как в случае с сталью 10,40, при дальнейшем охлаждении весь аустенит в стали 10,95 превратится в перлит. Этот факт, можно вот, вот эта вся ситуация хорошо иллюстрируется вот этими фотографиями. Здесь мы видим протравленную пластинку стали после охлаждения при комнатной температуре. И видно, что она имеет такую зернистую структуру. Есть участки тёмные и участки светлые. Тёмные участки это перлит, это сталь 10,60. Тёмные участки это перлит, светлые участки это феррит. То есть, как мы уже говорили в начале этого видео, перлит, так как он отражает свет в разные стороны, рассеивает, короче говоря, свет, он тёмный. Феррит, так как он отражает прямолинейное, так как он имеет гладкую поверхность, он в отражённом свете выглядит белым. То же самое, сталь 10,95. Тёмные участки это перлит, светлые участки это, в данном случае, цементит, который тоже имеет гладкую поверхность и отражает, отражённый свет от него белый. То есть, он не рассеивает свет. Теперь это было всё при ситуации, когда температура снижается очень медленно. Если мы увеличим степень охлаждения, что происходит? В данном случае, происходило переход из, так скажем, переход атомов углерода из феррита в сторону аустенита. Вот здесь продемонстрирована, вот это вот здесь такая вот схемка. То есть, это граница между ферритом и аустенитом. Феррит при охлаждении начинает разрастаться. Атомы углерода пытаются перейти в область с аустенитом. Если охлаждение медленное, то скорость атомов углерода быстрее, чем скорость разрастания границы, чем скорость продвижения вот этой вот границы туда. И они спокойно переходят в аустенит, а потом уже дальше при дальнейшем охлаждении превращаются в перелитовую структуру. Там, где есть часть из них, часть перелита состоит из альфа-железа, другая часть состоит из цементида. Однако, если охлаждение быстрое и продвижение вот этой вот границы быстрее, чем скорость атомов углерода, они не успевают, так скажем, выскочить из этой матрицы и остаются заключенными внутри кристаллической решетки феррита. Но в объемно центрированной кристаллической решетке ферритовой кристаллической решетке областей таких вот прорех, прогалин гораздо меньше, и они меньше по размеру, чем в аустените. И поэтому, когда атом углерода остается заключенным в вот такой вот структуре, объемно центрированной, он ее деформирует. И вот эта структура характерна тем, что она объемно центрированная кубическая, то есть, иначе говоря, вот эта сторона, вот эта сторона и эта сторона, они равны. Когда там заключен атом углерода, то одна из этих сторон увеличивается в размерах, так как он деформирует ее, и получается объемно центрированная тетрагональная структура. То есть, вот эти и эти стороны равны, вот эта сторона, она больше. И получается, деформация создает дополнительный стресс, и вот эта структура более твердая, чем вот эта структура. Теперь, чем больше атомов углерода остается захваченными, тем сильнее они деформируют эту структуру вот в этом вот направлении. И поэтому вот есть у нас такой график, на котором показана зависимость от твердости, вернее, от содержания, зависимость твердости от содержания углерода в стали, в образце стали. То есть, видно, что начиная с какой-то концентрации, твердость здесь дана в шкале Rockwell-C, твердость возрастает, 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 до примерно до 67, 66-67 единиц по Rockwell-C, затем, вместе с возрастанием концентрации, затем она падает. Почему? Потому что не весь аустенит превращается в мартенсит. Остается какая-то часть непревращенного аустенита, так называемый остаточный аустенит. И он, так как он, если в этом случае весь аустенит был превращен в мартенсит, и образец стали в основном состоит из мартенсита, то он твердый. Здесь частично из мартенсита, частично из аустенита остаточного. Аустенит остаточный он мягче, чем мартенсит. И общая, в общем, сталь получается менее твердая, чем в том случае, когда она состоит только из мартенсита. Вот, показано это на этом рисунке. Теперь, если чуть-чуть медленнее, ну, если медленнее сталь охлаждать не так быстро, так скажем, то сначала произойдет образование перлита, начнет образовываться перлит на старых границах аустенитных этих самых. Дальше, когда температура упадет до температуры начала формирования мартенсита, остановившись, аустенит перейдет в мартенсит. И получится, что вот эти вот, вот эта вот часть, это мартенсит, вот эта вот часть перлит. Если же еще больше увеличить скорость охлаждения, но опять же, не настолько она будет быстрая, чтобы сразу же аустенит перешел в мартенсит. Причем, скажу так, что если зерна перлита растут со скоростью примерно, при 650 градусах Цельсия, растут со скоростью примерно 50 микрон в секунду, то при температуре начала образования мартенсита, аустенит переходит в мартенсит со скоростью звука, то есть почти мгновенное превращение происходит во всем, ну, во всем объеме, так скажем, образа, если образец небольшой. Итак, если мы начнем охлаждать быстрее, чем нужно для образования перлита, но не настолько быстро, чтобы сразу же достичь температуры образования, начала образования мартенсита, то будет образована еще одна структура, называется баяник. Вот здесь можно видеть, что вот перлит, вот баянит, и здесь вот остаток, это мартенсит. Перлит имеет такую, как бы, овальную форму, закругленную, баянит имеет более такую вот, более игольчатую, что ли, форму, то есть вот такие вот игольчатые, вот он опять же, вот здесь вот, перлит, это баянит. То есть это промежуточная фаза между перлитом и мартенситом, это называется баянит. Теперь, фаза баянит и фаза мартенсит, они на обычной диаграмме, вот на этой, не отражены. Почему? Потому что это так называемые метастабильные, то есть нестабильные фазы. При нагреве они распадаются на стабильные фазы, на цементит и на феррит. То есть, если их сначала охладить быстро, а потом вернуть на какую-нибудь из этих температур, которые указаны на этой фазе, то, что мартенсит, чтобы они, разложатся на цементит и феррит. То есть на вот такие вот фазы. То есть, мартенсит при охлаждении имеет, вот при быстром охлаждении, вот сразу же после закалки, в зависимости от содержания, имеет вот такие вот характеристики по Rockwell. Но эти характеристики, вот этот вот график, он характерен для так называемого свежего мартенсита. То есть, сразу же, который после закалки. произошел. Но у него есть один большой недостаток, он хрупкий. Поэтому в промышленности никогда не используется свежий мартенсит. Его подвергают нагреванию, так называемому отпуску. И эта процедура позволяет некоторым атомам углерода выйти отсюда, то есть снижает стресс на кристаллическую решетку. И они, когда выходят, они образуют карбиды с железом. Очень небольшие, очень малые по размеру, но достаточно для того, чтобы придать такую шероховатую поверхность образцу, рассматриваемую под микроскопом. И в отличие от свежего мартенсита, который гладкий и отражает белый цвет, то есть выглядит под микроскопом как белая область, то отпущенный мартенсит из-за вот этих вот небольших включений карбидов он имеет такой же более серый цвет. Теперь в 20-х годах прошлого века был такой Бейн, по-моему его звали, Эдгар Бейн, Бейн, ученый, который начал опыты, изотермические опыты с стали. Иначе говоря, что он делал? Он брал пластинку стали, нагревал ее до температуры, при котором образуется аустенит, и потом быстро охлаждал. А он брал тонкие пластины для того, чтобы охлаждение было почти мгновенным. Ну и потом мы их шлифовали и рассматривали. Охлаждал он их в солевых растворах, то есть не в солевых растворах, а в солевых расплавах, в расплавленной соли. То есть вот этот расплав соли можно его, так скажем, поддерживать при любой температуре, имеется в виду, можно строго выдерживать в нем температуру, и так как солевой раствор очень теплопроводимый, вернее не раствор, а расплав, то когда опускаешь, он очень мгновенно охлаждает образец и охлаждает до нужной температуры, так называемая изотермическая, то есть при постоянной температуре. Иначе говоря, вот например, этот солевой расплав имеет температуру 650 градусов по Цельсию. Образец до 800 градусов накаливается, опускается в 650-й, в расплав с температурой 650 градусов по Цельсию, охлаждается до этой температуры, с 850, скажем, до 650, и выдерживается там некоторое время, для того, чтобы весь аустенит превратился в ту фазу, ту структуру, которая может существовать при охлаждении до этой температуры. И так было построено для всех температурных, ну не для всех, для большинства температур. Вот, скажем, здесь видно 600, 500, там так далее, 400, и дальше по Цельсию. Ну или же с этой стороны Фаренгейта, шкала. То есть, вот у нас мы имеем температуру А1, здесь у нас, как всегда, температура по вот этому, по вот этому графику, здесь, как всегда, у нас, как всегда у нас, содержание углерода. И вот было потом эти, то, что получилось, то, что получилось, образец рассматривали под микроскопом, выявляли получившиеся структуры. Вот у нас температура А1, и видим, что вот это вот, цементит в этой области, при вот этих вот температурах, образуется феррит и перлит. Здесь чисто перлитовая температура, здесь цементит плюс перлит образуется, здесь так называемый верхний байонит, то есть, две структуры есть, байонита верхний и нижний. Нижний он имеет более мелкую структуру, более прочный. Иногда, в некоторых случаях, его используют вместо мартенсита, то есть, сознательно закаливают именно с целью получения нижнего байонита, потому что в некоторых случаях он имеет сравнимую твердость с мартенситом, но при этом более прочный, чем отпущенный мартенсит, чем, скажем, мартенсит, который был охлажден, а потом отпущенный, скажем, при температуре, там, я не знаю, 300 градусов по Цельсию. Вот этот вот, в некоторых случаях, нижний байонит предпочтительнее. Для некоторых, так скажем, применений. Вот эта вот область будет состоять из мартенсита, нижнего байонита и остаточного аустенита. Тут еще должен сказать вот что. У мартенсита есть несколько температур при вращении. То есть, вот эта вот часть графика показывает температуру, при которой начинает образовываться мартенсит. Вот эта вот область показывает температуру, при которой мартенсит заканчивается образование мартенсита. Причем, вы видите, что это не одна линия, это такая вот как область, потому что не всегда возможно точно определить температуру завершения образования мартенсита. Ее дают как вот такую вот область, что она примерно вот в этом диапазоне. Ниже вот этого 100% образуется мартенсит. Вот эта вот часть, это 100% мартенсит. Здесь, опять же, смотрим, вот эта вот часть, ниже вот этой линии мартенсит начинает образовываться. Здесь вот эта линия показана, это завершение образования байонита. То есть, ниже вот этой линии будет мартенсит плюс остаточный аустенит. Заметьте, что здесь температура 0 градусов по Цельсию. там, здесь, скажем, 50. То есть, где-то вот вот между этими двумя рисочками, между двумя черточками этими, лежит комнатная температура. И можно увидеть, что встали с концентрациями больше чем 4%, 3-4%, десятых процентов углерода, при закалке на комнатную температуру, до комнатной температуры, будет присутствовать остаточный аустенит. То есть, она не будет полностью, не будет полностью закалена, так скажем. Не произойдет полного превращения аустенита в мартенсит. Будет мартенсит и какая-то часть остаточного аустенита. Поэтому, особенно сложные стали, имеется в виду, высоколигированные стали, подвергают так называемой криобработке. То есть, иначе говоря, ее подвергают замораживанию, то есть, понижают температуру, чтобы достичь температуру полного превращения аустенита в мартенсит, чтобы избавиться от этого остаточного аустенита, который снижает твердость стали, и получить дополнительную твердость. Поэтому, стали, которые подвергнуты были криогенные обработки, обычно на несколько делений шкалы Роквелла выше твердость имеют, чем не подвергнуты такой обработке. Еще вот что хотелось сказать по мартенситу. В общем, повторяю, имеется две температуры. Температура начала образования мартенсита, температура окончания образования мартенсита. Если образец не будет подвергнут температуре окончания мартенсита, то есть, иначе говоря, он до этой температуры не дойдет, то мартенсит не превратится полностью, аустенит не перейдет полностью в мартенсит, и структура стали будет двоякой. То есть, она будет состоять из мартенсита и остаточного аустенита. Вот, в принципе, все на сегодня. Спасибо за внимание. До свидания.